Всем привет! С вами Джон Кобра! И в сегодняшнем ролике я расскажу вам, как пройти новый ивент Эльдорадо в КДТ и получить вот такую вот крутую машину, вот такой вот крутой гелик. Совершенно и абсолютно бесплатно. Вообще, как бы, здесь много-то делать не надо. Вам всего лишь надо нажать на вот эту кнопочку, да, которая под вот этой крутой штучкой, под следующим обновлением, которое будет через два дня. Эх, полицейское обновление. Мне на самом деле очень интересно, что же нас там будет ожидать, потому что я искренне надеюсь, что оно будет бесплатным, то есть, чтобы каждый человек мог становиться полицейским. А вообще, это какие-то просто бессмысленные теории. Вот уже через два дня снимем обзор нового обновления и посмотрим, что там произойдет и что там будет такого интересного. Но мне на самом деле очень интересно это узнать. А нас интересует вот эта вот штучка, которая находится чуть ниже, под новым обновлением. А именно, ивент. И я совершенно случайно уже взял новую машину. И вот она, наша новая машина. Мерседес, тоже. Вот гелик, тоже гелик, тоже x63. Называется так же, как и старая машина, но при всем при этом она выглядит немного-немного по-другому. Она обладает вот такой достаточно средней скоростью, управляемостью, вот такая система. Получается это, получается передний привод или задний? Ох, ну, в общем, у нее есть какой-то AVD-привод, у нее есть неплохая награда за милю, и, в общем, эта машина немного лучше, чем свой аналог за 300 тысяч. Получается, вот эта машина хоть и стоит ноль, но, в принципе, ее цена примерно 300 тысяч. Неплохой подарок от разработчиков. И посмотрите, как она выглядит относительно других автомобилей. Вот, смотрите, сейчас можете сравнить обычную машину и эту машину. Эта машина, получается, немного выглядит круче. И нет, наверное, тоже человек ее сам снизил. Но вообще, смотрите, это то же самое, что бесплатная машина, то есть которую можно купить. Но при всем при этом у нее есть какие-то вот такие детали. Но выглядит это все достаточно прикольно. Давайте сейчас заспалим эту машину. И сразу хочу сказать, что это еще не весь ивент. Здесь еще можно получить новую ачивочку. Прямо реально ограниченную ачивочку. И для этого вам нужно проехать всего-то каких-то 24 круга. Давайте сейчас поставим день, конечно же, потому что днем кататься намного приятнее, чем ночью. Согласитесь? Так, и теперь давайте сначала посмотрим, как звучит эта машина. Ну, а, ну что, стандартный звук гелика. Самый стандартный звук. Ничего какого-то там странного, уникального и непонятного нет. Все самое обычное, все самое стандартное. Так, карта у нас, как обычно, не перегрузилась. Так, графика максимальная. Все, переживать не стоит. И сейчас мы едем на новую гоночку. На новую Элдорадо гонку. Здесь даже написано, проедьте всего 24 круга на Элдорадо гоночке. И туда же можно сразу телепортироваться. Но мы, понятно, доедем, потому что так будет намного прикольнее. Не, ну машина классная. Вообще, молодцы разработчики КДТ. Дарят нам такие прекраснейшие бесплатные лимитки. Да, и ничего даже делать не приходится. По идее, гоночка находится где-то тут. Рядом, рядом с Circle Race. Вау, смотрите, я вижу пирамиду. Я вижу самую настоящую пирамиду. Да, сразу видно, что здесь Элдорадо. Золотой город. Вау, новый город появился. Жесть. Вы посмотрите. Вот это да. Разработчики новый город сделали. Вот это да. Новый город. Вот здесь в пустыне такой. Блин, он выглядит очень классно. И здесь прямо еще такая карта и гоночка находится. Не, ну это очень-очень здорово. Все выглядит очень здорово. Все, конечно же, смотрится. Давайте прямо сейчас все возьмем вот эти вот машинки. Вот эти машинки, люди. Берите эти машинки. Вот эти вот, которые джипы, люди. Берите джипы, берите джипы. И голосуем за четыре круга. Голосуем за четыре круга. Люди, давайте джипы берите. Сейчас вместе будем на джипах кататься. Так, по идее, нам получается в общей сложности. Сейчас надо посчитать, сколько нам придется кругов проехать. Получается, и нам надо будет проехать. Сейчас, секунду. А, ну 12 кругов. Ой, 12 секунды. Нет, не 12. А, 6. Фух. Эх, у Джон Кобры только начались каникулы, а он уже разучился считать. Эй, что за читы? А ну, человек, убрал быстро эту машину. Не понял, не понял. Это что он взял? Так, 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 так. Да, 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 6 раз. Просто у кого-то небольшие проблемы с математикой. Ну да, 6 на 4, 24. Ну ладно, забыл таблицу умножения. С кем не бывает. Вообще, сейчас мы едем вторым, вторым, вторым. Не, ну гонка реально классненькая, такая прям интересненькая, уникальненькая. И прям реально здоровская. Мне очень, кстати, понравилась эта гонка. Она выглядит, скорее, круто. Кстати, приехать 6 таких гонок, на самом-то деле, не тяжело. Ну и, в принципе, я бы не сказал, что прямо легко. Нет, все, минус я. Допустил конкретненькую ошибочку, прям конкретненькую ошибочку. И зато сейчас мы едем пятыми. Блин, ладно, 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 ничего уже не поделаешь. Вообще, я любитель это самое, сливаться на каких-то таких моментах. Мне надо было просто протермозить. Сейчас бы еще перевернулись. Ну, в общем, приедем, кажется, в этой гоночке мы пятым сегодня. Но это, знаете, тоже, в принципе, ничего. Почему бы, собственно говоря, и нет. Нет, ну машина, в принципе, неплохая. Конечно, вот этот человек, который взял не очень хорошую машину, будет потом, конечно же, наказан. Но это будет уже абсолютно потом. Так, ладно, я хочу в этой гоночке обогнать хоть кого-то. Я тут увижу уже несколько машин. Несколько машин. Все, мы уже обогнали. Уже едем третьим. Если бы мы нормально ехали, то бы могли приехать даже первым. Либо же вторым. Не, ну, в принципе, я так понял, мы как только просто проезжаем, то самое, нам сразу засчитываются гоночки. Сейчас вот этот повод проедем и посмотрим. Ну, получается... Нет, нет, ничего-то не засчитывается. Получается, засчитывается только тогда, когда мы доезжаем гоночкой. Ну, в принципе, достаточно логичненько. Не, ну, молодцы разработчики придумали вот такой интересненький ивентик. Прям реально прикольный. Прям даже новый город сделали. Вот, понятно, что разработчики сделали. Мы приехали третьим и получили 32 тысячи. Ммм, неплохо, неплохо. Реально неплохо. Победитель у нас получил 48 тысяч. А итог, кто на шестом месте, получил 8. Не, ну, это здорово. Это реально здорово. И получается, нам теперь все засчитали. Единственное, что нам теперь осталось сделать, это проехать еще 5 гонок. Прошло примерно 10 минут, а может быть чуть-чуть больше. И теперь я доезжаю последнюю гоночку. А именно шестую гоночку. На самом деле, ивент не сложный, достаточно простой. Единственное, что вам тут нужно, ну, в крайнем случае, полчаса. Ну, это в крайнем случае. А так, я думаю, пройти его можно легко за 10 минуточек. И, в принципе, каких-то там проблем у вас с этим, конечно же, не возникнет. Но здесь мне уже мои подписчики, которые сейчас со мной играют, говорили, что с этим вот как раз бейджиком происходит некоторый баг. Вот, смотрите, мы сейчас доезжаем последнюю гоночку. И, нет, смотрите, все-таки у нас сразу, нам сразу дается ачивочка. И сразу мы получаем бейджик. Просто иногда происходит такой баг, что бейджик не дается. Тогда люди просто перезаходите. И это исправит всю вашу проблему. И неплохо так вам поможет его все-таки получить. Я, конечно же, надеюсь, что этот ролик вам понравился. И что, конечно же, он был вам полезен. Ну, а с вами был Джон Кобра. Всем спасибо за просмотр. И всем пока!